Что интересного, шокирующего или просто забавного произошло за этот день в мире шоу-бизнеса? Изучаем громкие заголовки, среди них Кто сейчас жена у Филиппа Киркорова? Чё это такое вообще? На концерте Стаса Михайлова случилось ЧП, я уже посмотрел это видео Звезда турецких сериалов Бурак Асчевит навёл шороху в Казани Да, он приехал в Россию Всё не просто так Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова Только её экспертное мнение мы и ждали Юморист Пономаренко рассказал о конфликте с вдовой брата Назван самый любимый россиянами артист Интересно, а кто же это? Моё сердце разбито, Мирайя Керри в один день потеряла маму и сестру Что там произошло? В сети заговорили об искусственном происхождении бицепсов Филиппа Киркорова Да, вот эти руки-базуки тоже навели шороху Илон Маск поддержал призывы пользователей сети освободить Дурова Ну и Глеб Самойлов после скандала в Красноярске мигрировал в Казахстан Пишут, и прихватил с собой Ивана Урганта На этом канале мы пытаемся разобраться, где брехня, а где правда Друзья, о многом, о чём я вещаю здесь на своём Ютубе Вот более подробно почитать и посмотреть видосики Вы можете в моём Телеграме переходить Он также и называется, как мой Ютуб Сафин Лайк Там постоянные в режиме онлайн новости о шоу-бизнесе Никакой политики, никакого криминала, никаких кошечек Обязательно подпишитесь и на мой второй Телеграм Там тоже не маленький принц А вот там как раз видео интересные и события, ну, жизненные Из нашей с вами жизни Давайте-ка, друзья, пройдём поподробнее по каждой из этих тем В некоторые вот так прям глубже копнём здесь Сафин, обязательно подпишитесь Ведь это самый честный канал о шоу-бизнесе Ну а сейчас давайте начнём вот с такой темы Читаю я в Телеграме про Кто сейчас жена у Филиппа Киркорова? Хм И как-то фантазия рисует Вот Филипп Киркоров приезжает после гастролей домой И на кухоньке его ожидает новое благоверное Кто же это? Что тут интересного откопали журналисты? Ну и здесь выясняется, что Просто повествование о том, что Филипп Киркоров Не теряет своей популярности у российских зрителей Среди популярных запросов в поисковых системах До сих пор остаётся вопрос о его жене Ну и выходит Алла Пугачёва И кроме неё, ну с приставкой экс-жена И кроме неё нет никаких упоминаний о супруге Киркорова В очередной раз журналисты нас развели Собственно нет у Филиппа Киркорова новой супруги А речь идёт о том, что просто перемалывают все старые темы Подают нам как новое блюдо Вот винегрет, знаете, за понедельник, вторник, среду, четверг Подают нам вот это всё вместе Протухшее в пятницу в готовом виде Вот как бы я сказал Ну короче, тема не стоит обсуждения На концерте Стаса Михайлова случилось ЧП Престижный зал в Сочи был залит водой Там знаете, как вообще произошло Вот это видео я разместил у себя в Телеграме Короче, вот с потолка течёт вода И больше всего пострадали зрители с первого по шестой ряд Я вот посмотрел, чё это? Ну не в курятнике же они сидели, да? Не в курятник же приехал Стас Михайлов Но их залило водой Оказывается, это достаточно престижный зал в Сочи Мне удивительно, а чё там с крышей? Ну почему так? Я, конечно, понимаю, что там ураган был Тропический дождь Но всё равно, как бы, они же находились в престижном зале Ну и вот, короче, стойко зрители всё это выдержали А Стас Михайлов, как я заметил по видео Но совершенно это его не смутило Он продолжал настойчиво исполнять свою песню Звезда турецких сериалов Бурак Асчевит Навел шороху в Казани Вот такой заголовок вышел И здесь ещё приписка Был мрачен, хмур и молчалив Я, конечно, выставил у себя в Телеграме его фотографию Но был ли он хмур? Глядя на его бородатую внешность Мне всегда казалось, что он хмур Был ли он молчалив? Тоже создаётся такое впечатление Ну, в общем, звезда турецких сериалов И сердцеед российских женщин В общем, скоро порадует в новых ёлках Всех поклонников Относитесь ли вы, друзья, к числу его поклонников? Честно признаюсь, я, Асафин, ни одного сериала, ни одного фильма С его участием не смотрел Ну и как-то неохота Всё не просто так Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова Ой, вот без экспертного мнения Леры Кудрявцевой Вот той самой женщины Которая, собственно говоря, находится по уши в шоу-бизнесе Во всех этих новостях, скандалах, касающихся шоу-бизнеса Вдруг комментирует вот эту тему А почему? Ну кто? Вот многие повылазили, да, со своими экспертными оценками Хотя нафиг не сдались Ну потому что тема в трендах Ну и вот они хотят попасть в эти самые тренды Благодаря Павлу Дурову Как все вот эти псевдокрасотки Которые на волне Ну вот этого хайпа вокруг Павла Дурова Вдруг появились А вот у меня тоже с ним были какие-то отношения Ну и короче Вот мнение Леры Кудрявцевой О задержании создателя Телеграм Это все равно, что мы с вами здесь будем рассматривать Какие-то технологии по созданию ракетоносителей Отправляющихся в космос открытые Но это вот аналогично этому Леру Кудрявцеву Вы, пожалуйста, займитесь своими делами Но единственное, я вот, конечно, посмотрел По мнению артистки Арест российского программиста связан с желанием отжать мессенджер Но это к гадалке не ходи, ежу, понятно Ну для чего, кому нужен вообще Павел Дуров Он интересен только благодаря своему детищу Телеграму Вот забрать у него Телеграм Но всех оставшихся будут интересовать исключительно его деньги А вот без Телеграма Но для различных государств Чем он интересен Поэтому Лера Кудрявцева не открыла Америку Юморист Пономаренко рассказал о конфликте с вдовой брата Помните, когда Пономаренко скончался Как много было шума Потому что вообще ни один из его бывших друзей по кривому зеркалу Аншлагу не пришел на его похороны Все они проигнорировали И вот теперь вновь журналисты пытаются поднять тему Связанную с Пономаренко Но на этот раз зацепились взаимоотношением его брата с вдовой Я не хочу даже комментировать эту тему Ну а вы, по крайней мере, будете знать, что есть, есть Такая тенденция в заголовки попала Кто получит половину наследства Алена Делона Если вы задавались вопросом Что же будет с его честно нажитыми сбережениями То половину всего имущества Оставшегося после Алена Делона Получит его дочь Аннушка Это общая сумма Вот его наследство Это 150 миллионов евро А другую половину 75, соответственно, миллионов евро Получат его сыновья Назван самый любимый артист россиян Кого же российский зритель любит сегодня больше всего? Ну вот смотрите, Дниру пишет, что Самым любимым россиянами артистом стал Павел Прилучный Я не смотрел ни один фильм с его участием Знаю, как он выглядит Ну а следом за ним идет Дмитрий Нагиев А потом Глафира Тарханова Я вообще не знаю, кто это Несмотря на то, что я веду канал о шоу-бизнесе Насколько это объективно, друзья? Ну, что вы скажете? Комментарии открыты Пишите Комментарии, кстати говоря, не почищаются мне ценно Каждое мнение Ну там пусть негативное Пусть положительное Ругают меня там за прическу Хвалят Без разницы Вот сконцентрируйтесь все-таки не на моей персоне А на новостях, которые я вот вам несу Мое сердце разбито Мирайя Кэрри в один день потеряла маму и сестру Какая-то чудовищная история Певица, в общем, потеряла одновременно двух близких людей Подробности, что там с ними произошло Никаких нет Не сообщаются Но я так предполагаю, что скорее всего какой-то несчастный случай Ну как в один день Может такое произойти Мы знаем, конечно, жили долго счастливо Умерли в один день Но все-таки это, как по мне, относится К каким-то чрезвычайным происшествиям В сети заговорили об искусственном происхождении бицепсов Филиппа Киркорова О, руки-базуки Примадонна российской эстрады Сотрясают громкие заголовки Ну да, я тоже не верю в то, что он начал вдруг тренироваться То есть вот он совсем недавно ходил Ну вот бицепс как вот Он в эту сторону у него провисал Но и кубиков на животе совсем не было Но про историю возникновения кубиков мы-то с вами знаем Лег под нож пластического хирурга И вот ему вот так вживили их И он блистал своим торсом И тут вдруг он начал блистать своими бицепсами Откуда ни возьмись Конечно, я думаю, что все дело в какой-то пластике Ну или там он вкачал себе что-то Или туда вставили что-то Я читал, что даже жир туда вкачали Но, как по мне, наверное, какой-то синтетический материал Что вы думаете, друзья, по этому поводу? Нравится вам внешний вид Филиппа Киркорова? Вот такого качка или нет? Ну а я вот смотрю на это, мне смешно Почему? Потому что напоминает вот эти ножки Буша Врачи ничем не могут помочь Светлану Светличную признали неизлечимо больной Новости о Светличной постоянно появляются в громких заголовках Но давайте только актрисе пожелаем здоровья Илон Маск поддержал призывы пользователей сети освободить дурова Да, американский предприниматель у себя в Экс Опубликовал пост с хэштегом FreePavell Но понимает, что дело пахнет жареным Потому что кто следующий? Возможно, следующий Это сам Илон Маск, который бьется за свободу слова в сети С его приходом действительно в Твиттере, бывшем в нынешнем Экс Свобода слова, но вот прям, знаете, бьет ключом Ну а что касается Павла Дурова Давайте посмотрим, что там будет дальше происходить Кидайте в комментарии свои догадки, за что его все-таки задержали Но это понятно, в принципе, да? Но более интересный вопрос Почему он прилетел во Францию? Друзья, вот эта догадка, знаете, дорогого стоит Если это будет подтверждено самим Павлом Дуровым Потому что, как бы, не было ему причин лететь во Францию Потому что, ну, были подозрения, что его сразу же закроют Почему? Потому что он не выдавал французским властям Зашифрованные данные тех лиц, которые интересовали государство Правильно он делал или неправильно? Пишите Ну и, конечно же, почему он прилетел во Францию? Ну, почему не отправился в ОАЭ? Где ему жилось вкусно, дорого, богато? Глеб Самойлов после скандала в Красноярске мигрировал в Казахстан И вот приписка в телеграм-канале Хуже не скажешь, я увидел это видео И прихватил с собой Ивана Урганта Я посмотрел это видео, зайдите вы в мой телеграм обязательно посмотрите Ну да, бывший фронтмен Агаты Крести Прибыл в Казахстан И вот он пригласил на сцену под очень бурной овацией Своим мощным рыком Иван Ургант Ну и, в общем, он спел песенки Но, честно скажу, что-то в последнее время Глеб Самойлов Вот с вокалом у него что-то не так Вот, по моему скромному мнению Скромному мнению Сафина Глеб Самойлов Все чаще не попадает в ноты Но мы, конечно, помним, да Вот все его, вот этот вокал Тягучий Такой меучий Такой очень Томный Ну вот просто такой елейный Резиновый, пластилиновый Не знаю, как еще назвать Но вот он в последнее время Вот я всегда был поклонником Агаты Крести Вот он меня что-то не радует И я думаю, что дело вот с здоровьем Давайте Глебу Самойлову тоже пожелаем здоровья Здесь Сафин Подпишитесь и перейдите в мой телеграм, чтобы и там подписаться Агаты Крести